Уважаемые братья и сестры, Всевышний Аллах в Коране сказал «Помимо этого, то, что он указывает прямой, правильный путь, этот Коран радует верующих людей, которые творят благие дела, то, что им уготовлена великая награда Всевышнему Аллаху Субханаму Ва Та'аля. А те, кто не верует в Судный день, те, кто не верят в Аллаху Субханаму Ва Та'аля, мы предоставили им болезненное наказание, говорит Всевышний Аллаху Субханаму Ва Та'аля. Также описывая Куран, Всевышний Аллах Субханаму Ва Та'аля сказал «Ла ятихил баатилу мин бейни ядейхи, вала мин халфи танзилу мин хаки мин хамид», ничто его не постигнет из-за лжи Курана, не постигнет его ложь, то есть все, что сказано в Куране, все там истина, ни спереди, ни сзади, никак его не обхватит ложь, это не с посылания от Господа миров Субханаму Ва Та'аля. Этот Куран указывает прямой путь. И также в Куран указывает нам, если Аллах Субханаму Ва Та'аля захочет своему рабу, читая Куран, мы понимаем, тогда Аллах сделает своего раба мубаракан, благодатным, от него будет исходить баракат, от него будет исходить баракат, благодать, где бы он ни был. Как сказал Всевышний Аллах Субханаму Ва Та'аля касательно Иса ибн Мариям, пророка Иса, в сурате Ибран, Иса, когда заговорил еще в колыбели, он сказал, поистине я раб Аллаха, он дал мне Всевышний Аллах Субханам Ва Та'аля книгу, и сделал меня пророком, и сделал меня благодатным, где бы я ни был. Что такое понятие баракат? Баракат, мубарак, как понять? Мубарак, благодатный. То, что То, что через тебя, если ты будешь благодатным, посредством тебя Аллах Субханам Ва Та'аля даст пользу своим творениям, своим народам, своему созданию, через тебя придет польза. Баракат. И помогать творениям Аллаха Субханам Ва Та'аля, если от тебя исходит польза для творения, создания Всевышнего Аллаха Субханам Ва Та'аля, это из самых великих приближений ко Всевышнему Аллаху Субханам Ва Та'аля. И самый человек, счастливый человек, который получит именно вот эту милость от Всевышнего Аллаха Субханам Ва Та'аля, проявляя благодать, начиная от своих близких и той, кто ближе и ближе. Отдавайте то, что положено Хак своим родственникам, близким, мискиным, бедным и путникам, то есть начиная с родственников и потом, кто ближе и ближе. Поэтому сегодня бы хотелось с вами поразмышлять над этим аятом, размышлять вместе с вами над аятом Кур'ана, над этим словом мубарак. Как же человек может стать баракатным? Как достичь вот этого бараката перед тем, как твой баракат, наш баракат перейдет другим, чтобы он у нас был? Во-первых, должно быть ас-сидку на Аллах, искренность с Аллахом Субханам Ва Та'аля, ихлас, то есть искренним раб должен быть со Всевышним Аллахом Субханам Ва Та'аля. Сафа ас-сарира, когда он остается наедине, чистым должен он оставаться. Хусну ванну биллях, хорошо думать о Всевышнем Аллахе Субханам Ва Та'аля. Поэтому для того, чтобы стать баракатным, и этот баракат переходил другим, как мы сказали, дабы приблизиться ко Всевышнему Аллаху Субханам Ва Та'аля, в первую очередь, мы не сможем стать баракатными, пока не станем возвеличивать Всевышнего Аллаха Субханам Ва Та'аля, в своих сердцах. Пока мы не научимся возвеличивать истинно, искренне Всевышнего Аллаха Субханам Ва Та'аля, мы не сможем стать баракатными. После того, как мы научимся возвеличивать Всевышнего Аллаха Субханам Ва Та'аля, когда мы познаем величие Всевышнего Аллаха Субханам Ва Та'аля, это способствует тому, что у нас появится в сердцах То, что мы будем торопиться к тому, желать того, что уготовил Всевышний Аллах. То есть, если пока человек не научится возвеличивать Аллаха, человеку, например, джагилю, или неверующему человеку скажешь, у Аллаха рай, у Аллаха такие благодатные, уготовленные награды, он скажет, где Аллах, я его не видел, рай я не слышал, кто туда ходил, кто оттуда возвращался, как обычный человек говорит, не познав Аллаха. Поэтому, первое, нужно познать Аллаха, кто он такой, возвеличить его в наших сердцах. После этого зарождается в сердце, когда ты увидишь, какой великий Аллах, и что у него есть, тогда ты будешь стремиться приблизиться к Аллаху. После этого еще больше начнешь возвеличивать Аллаха, и после этого у тебя будут пророждаться дела. Отсюда будут зарождаться дела, благие дела. И вот эти дела будут итогом, бараката, твоего бараката, твоей благодати по отношению к себе и окружающим людям. Тем самым ты приблизишься к Аллаху, субханаху ва-та-Аля. Это как строение кирпичик за кирпичиком. Самый великий пример в баракате, это наш пророк Мухаммад, салла-аллаху алейхи вассалям. Также Аллах, субханаху ва-та-Аля, использует слово мубарак, благодатное. Всевышний Аллах, субханаху ва-та-Аля, описывает Ка'абу, строение Ка'абы. Аллах, субханаху ва-та-Аля, в Коране сказал, Поистине, первый дом, который был построен для людей, находя бибакка в Мекке, мубарак, он благодатный, и указывает прямой путь всем мирам. То есть мубарак, что имеется в виду из этого аята? То, кто приезжает в Мекку, смотрит на Ка'абу, начинает возвеличивать Аллаху, субханаху ва-та-Аля, то есть это дом, это Ка'аба, дает пользу тому, кто туда приезжает в Мекку, дабы возвеличивать Аллаху, субханаху ва-та-Аля, и просить у него прощения. Если человек сможет понять это, то сразу он будет спешить возвеличивать Аллаху, субханаху ва-та-Аля, но не сможет возвеличить Аллаха, субханаху ва-та-Аля, пока не начнет читать Кур'ан и размышлять над Кур'аном. Смотреть, как Аллах, субханаху ва-та-Аля, описывает самого себя в Кур'ане, как Аллах, субханаху ва-та-Аля, говорит о себе в Кур'ане. Уважаемые братья, Аллах, субханаху ва-та-Аля, великий. Ничто с ним не сравнится. Аллах, субханаху ва-та-Аля, не нуждается ни в чем. Не нуждается в своем троне и в тех, кто его понесут. Не нуждается в ангелах и в этих ангелах, которые его восхваляют. Не нуждается в своих рабах, в людях, которые поклоняются ему. Не нуждается в джиннах. Ни в ком, Аллах, субханаху ва-та-Аля, не нуждается. Ему ничем не поможет поклонение поклоняющего и не навредит ему грехи грешников, субханаху ва-та-Аля. Он вечно живой. Нету ничто подобное ему. Нету иного Господа достойного поклонения, кроме него. Каждому, о каждом можно сказать, когда даешь определение, по отношению его жизни, то есть начало его жизни было небытие. Аллах нас сотворил из небытия. И закончится эта жизнь. То есть конец наступит. Кроме Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Не было у него небытия, не закончится его жизнь, субханаху ва-та-Аля. Он живой, никогда не умрет, субханаху ва-та-Аля. Аллах, субханаху ва-та-Аля, говорит, все, что есть, все умрут, все уничтожатся, все закончится, останется только лика Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Также Аллах в Коране сказал, Не взывайте с Аллахом, субханаху ва-та-Аля, помимо Аллаха, ни у кого не просите дуа, никому не поклоняйтесь. Все, что есть, все станет уничтоженным. Халик уничтожится, кроме лика Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Также по отношению знания, ал-ильм, у кого-то у человека есть знания, кто-то более знающий, кто-то менее знающий, можно описать знания, саба-каху л-джахал, ва-яль-ха-куху нисьян. До этого у него было незнание, а после этого он становится забывчивым. Что-то помнишь, что-то забывает. Кроме знания Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Не было у него джахла, не было знания Аллаха, субханаху ва-та-Аля, незнаний, и никогда Аллах, субханаху ва-та-Аля, ничего не забывает. Аллах, субханаху в сурате Тааха, сказал, Что можно сказать о тех, которые уже покидали эту жизнь? Мусси, алей-салам, сказал, знания об этом в книге у моего Господа, у Аллаха, субханаху ва-та-Аля, поистине мой Господь не ошибается и не забывает. Это вазф ли-ильм, это описание знания Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Милость Аллаха. Когда человек начинает знакомиться, какой Аллах, субханаху ва-та-Аля, субханаху ва-та-Аля, когда познает атрибут милости Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та-Аля, моя милость покрывает все, говорит Всевышний Аллах, обхватывает все милость Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Сказали одному из салапа салих, Как ты можешь идти читать погребальную намаз Джаназа за того, кто распивал алкоголь, за пьяницу? На что он ответил, قال, Когда ему сказали, как ты можешь идти читать погребальную намаз за мусульманин, у которого спивал алкоголь. Он говорит, я стесняюсь Аллаху, подумав об Аллахе, то, что его милость не распространится на этот грех. То, что его милость меньше, чем его грех. Ведь Аллах, Субхану Аталья, описывает себя в Куране и сказал, Рахмати, ва си'ад куллишей, моя милость охватывает все, говорит Субхану Аталья. Фала рахматин абадан та'дилю рахмат Аллах. Нету никакой милости, чтобы сравнилось с милостью Аллаха, Субхану Аталья. И имя ар-рахман, которое посвящено целой сура в Куране, милостивой, никого нельзя назвать рахман, кроме Аллаха. Можно назвать человека рахим, милосердный. Как Аллах в Куране говорит о пророке Мухаммаде, саллаллаху али-саму, он был по отношению к верующим милосердным. Но, однако, рахман, это качество только принадлежит Всевышнему Аллаху, Субхану Аталья. Поэтому, если посмотреть в сурат Аль-Фуркан, Всевышний Аллах, Субхану Аталья, говорит. То есть, когда человек начинает размышлять, уважаемые братья в Аллахе, над Кураном, он начинает еще больше любить Аллаха. Он еще больше начинает приближаться ко Всевышнему Аллаху, Субхану Аталья. Не просто читает Куран, на автомате размышляет. Аллах в Куране говорит. Неужто они не размышляют над Кураном или на их сердцах замки? То есть, здесь мы берем две пользы с этого аята. Во-первых, размышление не разумом, а сердцем, душой, касательно Курана. Потому что разумом человек может по-своему подумать, по-своему принять. Не сможет так понять разум, как понимали сахабы, как понимал пророк Мухаммад, саллаллаху али-саму. А именно, сами'на вата'на, услышали и подчинились, и размышляет сердцем. Второе, то, что тот, кто не размышляет над Кураном, на его сердце замок, печать. Поэтому человек приходит иногда в суете. Иман упал, что делать? У меня проблема, у меня такая. Не всегда может быть у человека сильный иман. Потому что тогда тут же говоришь, тадаббруль Куран. Размышляй над Кураном, сердцем, и откроется этот замок, иншаллах. Посмотрите, Аллах, Субхану Аталья, в Куране сказал. Если начнем мы, просто когда человек прочитает этот аят, он сразу устрашится. Но, однако, в конце аята, Аллах, Субхану Аталья, дает радостную новость. Весть верующим. Аллах в Куране говорит, сурата Аль-Фуркан. Описание судного дня. Когда свернутся небеса. Сколько небес? Семь небес. Над каждым небом, Субхану Аталья, расстояние. Пока еще ученые первое небо до конца не изучили. Но выше сама Дунья, выше неба. Ад-Дунья. Остальные небеса. Еще шесть небес. Аллах, Субхану Аталья, говорит, все эти небеса свернутся. Судный день. И все ангелы, которые есть на небесах, спустятся в принудительном порядке, Аллах, Субхану Аталья, на землю. То есть сколько ангелов? Большое количество. Мы обычно понимаем Джабриил, Исрафиил, Микаил. Однако, пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, в достоверных источниках приводится то, что каждый день есть Бейт-эль-Мамур, Кааба небесная. Там читают семьдесят тысяч ангелов. Проходит день, новые семьдесят тысяч приходят читать намаз. Следующий день новый. И так постоянно меняется. Все ангелы спустятся в принудительном порядке на землю. Страшный, тяжелый день. Опасный день. Человек страшится этого дня. В этот день власть будет, истинная власть принадлежать. То есть только одному, милостивому. То есть получается, один судья будет, ему только власть. Не будет понимания в судный день, братья, король, президент, губернатор, президент компании, начальник, муфтий, шейх, имам. Аллах в Коране говорит. Все, кто в небесах, кто на земле, все будут, придут они рабами перед Аллахом. Все будут рабами. И никто не сможет говорить, кроме как шепотом, с разрешением Аллаха, субханава та Аля. Такой день будет. Но Аллах правильно говорит. Аль-Мульк. Власть принадлежит кому? Ли-Рахман. Милостивому. Посмотрите. Аллах не сказал Аллаху. Аллах не сказал Аль-Мун-Та-Ким. Тому, кто наказывает, наказывающий, а кому? Милостивому. И здесь человек понимает и надеется на милость Аллаха. То, что Аллах, субханава та Аля, по своей милости проявит по отношению к Нему свою милость. И этого он надеется. Валлахи, ни наши дела, ни наши поступки не ведут нас в рай, кроме как милость Аллаха, субханава та Аля. Поэтому милость Аллаха покрывает все. А что касательно неверующих, для них будет чашкий день, тяжелый день. Они не уверовали. Но для верующих будет судить Ар-Рахман. Как сказали одному Иссаляфу Салих, хотел бы, кто тебя судил, твои родители или Аллах, на что он ответил Аллах. Потому что Аллах более милостив, чем мои родители. И именно как раз история, которая была во время пророка Мухаммада, салаллаху алейхи в салям. После битвы одна женщина ищет своего ребенка, потеряла. И берет одного ребенка, прикладывает к груди, кормит его. Это не ее ребенок. Другого, третьего. Ищет, не может своего ребенка найти. И тогда пророк Мухаммад, салаллаху алейхи в салям, сказал, Своим сахабам воротился и сказал, как вы думаете, эта женщина может ли своего ребенка выкинуть в ад, в огонь? На что сказали сахабы, не это у посланника Аллаха. То есть, если она чужих детей берет, прикладывает к своей груди, как тогда по отношению к своему ребенку? Конечно, она его не выкинет в огонь. На что сказал, салаллаху алейхи в салям, А Аллах еще более милостив к своему рабу, чем это по отношению к своему ребенку. То есть, когда человек понимает милость, какой он, Аллах, милостивый, и ничто не сравнится с милостью Аллаха, он начинает его больше любить и к нему приближаться. Также он должен, человек, понимать то, что Аллах, Субхану Аталия, наказывающий, у него есть жестокое, сильное наказание. Фераун, когда сказал, я не знаю для вас, своему народу, Иляха, Бога, достойного поклонения, то есть Иляха, помимо меня. Говорит, эти реки под моими ногами протекают. После этих слов Аллах дал ему острочку 40 лет, чтобы он покаялся, чтобы он изменился. 40 лет не наказывал Аллах, Субхану Аталия. После 40 лет он сказал следующее слово, Я ваш великий Господь, сказал фараон. Тогда Аллах, Субхану Аталия, сказал, Аллах его наказал за последнее слово и за первое. То есть он не успел попросить прощения за 40 лет, у тебя было фараон. Аллах его наказал за первое слово, когда он сказал, Я не знаю для вас Господа, помимо меня. И за последнее, когда он сказал, Я ваш великий Господь. И тот, кто хочет соревноваться с Аллахом, он проиграет. Кто захочет соревноваться с Аллахом, Субхану Аталия, нету другого варианта, кроме как проигрыша. Кто будет высокомериться, себя ставить выше других. Аллах, Субхану Аталия, говорит о себе. Аллах, Субхану Аталия, наказывающий, у него сильное наказание. Также вы знаете, сурат Аль-Фаджр. Аллах, Субхану Аталия, говорит. Неужто ты не видел, как Аллах, Субхану Аталия, поступил с аддитами, у которых были строения из колонны, самые сильные строения, дома, подобно этим, нигде не было в других городах. С аддитами, как Аллах, Субхану Аталия, поступил, которые через скалы делали дороги, пробивали скалы. То есть такие сильные народы. Фараон и его общество, то есть такое было, высокое общество. Ты не видишь, говорит Аллах, Субхану Аталия, как Аллах с ними поступил, как их наказал. Они переступили все границы, они распространяли нечесть на земле. Потом Аллах, Субхану Аталия, говорит. И Аллах не послал им болезненное, жестокое, сильное наказание за эти грехи. То есть так как Аллах, Субхану Аталия, Он милосердный, милостивый, так как мы по знанию знания Аллаха, то, что знанием Аллаха нет, не сравнится другие знания. То, что с Аллахом никто ничто не сравнится, также мы должны понимать то, что у Аллаха есть сильное наказание. Поэтому у Аллаха, Субхану Аталия, в общем, его сайфаты, его атрибуты делятся на две категории. Первая категория – это такие его сайфаты, его атрибуты, как аль-магфира, прощение, ар-рахма, милость. Поэтому Аллах, Субхану Аталия, любит, когда человек тоже становится таким, когда прощает. Аллах в Коране говорит, прощайте, миритесь, неужто вы не любите, не хотите, чтобы Аллах вас простил. То есть Аллах, Субхану Аталия, показал здесь, указал нам, если человек прощающий, Аллах, Субхану Аталия, его простит. Ар-рахма, милость. Пророк Мухаммад, Салаллаху Аль-Ассалям, сказал, к милостивым проявить свою милость. Милостивый. Аллах, Субхану Аталия. То, кто не милостив, не получит милость Аллаха. То есть эти атрибуты, которые Аллах, Субхану Аталия, любит, когда человек берет эти атрибуты. Но есть у Аллаха, Субхану Аталия, другие атрибуты. Другие атрибуты Аллах не любит, чтобы кто-то участвовал в этих атрибутах, помимо Аллаха. Только ему принадлежит. Это высокомерие и величие. Высокомерие и величие. Как же тогда мы должны, рабы, как мы должны приближаться к Аллаху через эти атрибуты, потому что они только принадлежат Аллаху? Оставлять их и отдаляться от них. Делай земной поклон Аллаху и приближайся к Аллаху. То есть, наоборот, ты должен проявлять унижение, проявлять покорность перед Всевышним Аллахом, Субхану Аталия, понимая то, что только ему величие принадлежит. Через эти атрибуты вот так ты приближаться должен ко Всевышнему Аллаху, Субхану Аталия. Поэтому, уважаемые братья, земной поклон, если с оболочки посмотреть, вообще сам по себе земной поклон – это унижение. И здравомыслящий никому не будет делать земной поклон, кроме Аллаху, Субхану Аталия. Но если раб Аллаха сделал этот земной поклон только Аллаху, Субхану Аталия, то тогда он в самом полноценном и приближенном положении перед Аллахом, Субхану Аталия. Аллах говорит, делай земной поклон и приближайся. То есть приближайся к Аллаху, Субхану Аталия. В сурате Зумра Аллах, Субхану Аталия, сказал, Субхану Аталия, говорит, он про верующего человека описывая, набожного, богобоязненного, он встает ночью, садит, делает земные поклоны, стоит, читает Куран во время, то есть читает намаз, почему боится наказания судного дня, боится судного дня, и надеется на милость Аллаха, Субхану Аталия. После этого Аллах сказал, скажи, могут ли быть одинаковые знающие и незнающие. И те, которые, сказано в этом аяте, те, которые знают, уважаемые братья, это не тот, кто умеет читать и писать, после этого достигает каких-то высот в этой жизни. И тех, о которых Аллах в этом сказал, аяте, не знающие, это не тот, у которого нет диплома о высшем образовании, это все, все это, это перечислено, это пути для того, чтобы что-то получить в этой жизни. Однако, те, которые знают истину, те, которые знают, это те, кто познали величие Аллаха, те, которые познали величие Всевышнего Аллаха, об этом идет аят, те, которые знают, и те, которые не знают, не могут быть одинаковыми. Это те, которые, когда ложатся спать, они стесняются проснуться с восходом солнца, и в это время за ночь их ноги не стояли перед Всевышним Аллахом. Это те, которые стесняются, чтобы за ночь их тела, их кости не смягчились от поминания Всевышнего Аллаха, и их лбы, самое дорогое, что есть у человека, это его самая почетная, это его голова, лоб, не поклонилась, не сделала земной поклон Аллаху. Вот эти люди, те, которые знают. И когда человек проснулся и сделал саджд Аллаху, самое первое, что он делает в своем земном поклоне, яхмад рабба, благодарит Аллаху, то, что он ему дал возможность сделать земной поклон Всевышнему Аллаху. Аллаху из этой жизни, мирской обители, богатства, все дает кому любит и тому, кого не любит. Свою религию, набожность. Аллах дает только тому, кого полюбил. Поэтому я всегда повторяю, не буду уставать повторять, мухаль, то есть невозможно, невозможно, и клянусь Аллахом Субхану Анатолею, невозможно, чтобы человек ночью оставил свою теплую постель, свою супругу, своих детей, свое богатство, интернет, телевизор, телефон, то, что он любит. Оставил это, все это оставляет за своей спиной, просыпается и идет в комнату омовения. Берет омовение, смотрит, где находится направление к кыбле, берет коврик, восхваляет Аллаху Субхану Аля, читает аяты из Кур'ана во время намаза, при этом он надеется на милость Аллаха Субхану Ата Аля и боится наказания Всевышнего Аллаха Субхану Ата Аля. Поэтому не может такое быть, кроме как по милости Аллаха для своего раба. Больше никак это описать нельзя. Аллах его любит, поэтому он ему дал такой шараф, такой почет. Если ты хочешь, брат, если мы хотим узнать, где наше положение перед Аллахом, то тогда мы посмотреть, на чем нас пробудил Аллах, на чем нас пробудил Всевышний Аллах Субхану Ата Аля. Если Аллах Субхану Ата Аля пробудил нас перед Ним в намазе, тем самым мы просим Аллаха покаяния, прощения за грехи и поклоняемся только Ему одному, делаем земной поклон. Аллах лучше знает, но это долель на то, что Аллах Субхану Ата Аля тебя любит. Потому что если бы он тебя не любил бы, он бы тебе не дал бы такой почет, поклоняться Ему и делать земной поклон только Ему. Бекарина, берем на это также пример из жизни пророка Мухаммада, Аллах его любил и любит, посланник Аллаха Субхану Аля. То, что ночью умы-му'минейна Аиша потеряла его, проснулась его нету рядом, Субхану Аля. Помимо Аиши еще у него восемь жен других было. И Аиша прерывновала и пошла искать посланника Аллаха Субхану Аля. Нормально это, женщина ревнует, человек ревнует. Если она не будет ревновать посланник Аллаха, то кому ей ревновать? И пошла искать его. И тогда она его застала в мечети, его пятки лопнулись. Она его застала неужен, застала его в мечети. Он был в дедом поклоне и делал дуа. Он сказал, о Аллах, я прибегаю от твоего гнева к твоему удовольствию, от твоему наказанию к тебе прибегаю, Всевишня Аллах Субхану Аля, к твоей милости и прибегаю от тебя к тебе. Я не смогу обхватить полностью все восхваление тебе. Ты таков, как сам себя восхвалил. И здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум, проявил адаб, гылк, проявил Аллахом. Ты таков, как сам о себе знаешь. Поэтому никто не может восхвалить Аллаха лучше, чем Аллах сам себя восхвалил. Аллах в Коране говорит, и полностью его знания обхватить не могут. Некоторые шейхы муфассиров сказали относительно аята, и ни одно знание его полностью не охватит Всевышнего Аллаха. Дали следующее определение, сказали этому аяту. То есть этот аят порвал все надежды, чтобы полностью-полностью познать Всевышнего Аллаха Субхану Аля. Как говорится, когда человек что-то хочет познать, есть три пути, чтобы что-то познать. Первый путь — это когда ты сам видишь человека, например, или что-то видишь, можешь описать полностью. Второе, когда кто-то тому, кому ты доверяешь, он увидел и тебе его описал. И третье, если есть что-то похожее на него, ты можешь, киясь, на него сравнение сделать. Но однако Аллаха никто не видел, мы не видели Аллаха, и нету никого, кто бы видел Всевышнего Аллаха Субхану Аля и описал бы нам его красоту полностью. И ничто с ним не сравнится, похоже, ничего нет на Аллаха. Поэтому путь для того, чтобы познать Аллаха Субхану Аля из величия Аллаха Субхану Аля — это размышлять над Кураном. Смотреть, как Аллах Субхану Аля говорит о себе. Поэтому ученые говорят, что Куран в общем делится на две части. Аль-Куран кульму азим. Куран весь он великий. Но однако первая часть, Аль-Курану тахаддас Аллаху фи-хи ан гайри датих. Первая часть Курана — это где Аллах говорит о ком-то помимо себя. А вторая часть Курана — хадису Аллах аниллах. Это когда Аллах говорит сам о себе. Поэтому от чего больше будится сердце и проявляется вот эта вот любовь к Аллаху Субхану Аля, когда читаешь именно аяты Аллаха, когда Он сам о себе говорит. Кто из нас может прочитать просто так аяты, и при этом его сердце не смягчится, где Аллах Субхану Аля говорит, Если бы Аллах захотел бы взять в себя сына, Он бы избрал бы свое творение, все, что пожелает. Он далек от этого, и Он всемогучий, и Он победитель. Кто может прочитать эти аяты, не размышляя над ними, и его сердце не смягчится? Кто сможет прочитать аяты, где Аллах Субхану Аля говорит, «Аллаху Субхану Аля, Кто сможет просто так на автомате прочитать аят, где Всевышний Аллах Субхану Аля говорит, не видишь ли ты своего Господа, как Он простирает тень? Если бы захотел бы, Всевышний Аллах эту тень сделал бы неподвижной. После этого Аллах Субхану Аля сделал, сжимает ее к себе постепенно, и Аллах Субхану Аля сделал солнце путеводителем для нее. Он тот, Всевышний Аллах Субхану Аля, тот, кто сделал для вас ночь по кровам, сон отдыхом, и сделал для вас день оживлением. Он тот, Всевышний Аллах Субхану Аля, который посылает ветры с вестью о своей милости, Субхану Аля посылает ветры с вестью о своей милости, и Он тот, кто не спасла с небес очищающую воду, для того, чтобы оживить мертвую землю, напоить из того, что Он сотворил, из своего скота, и многих людей. Дальше после этого Аллах Субхану Аля говорит, распределяем мы это между ними, для того, чтобы они задумались, опомнились, но большинство людей отказывается от всего, кроме неверия. Большинство людей отказываются, кроме неверия. Мы что хотим из этого понять? Что мы хотим для себя? Мы хотим, чтобы мы не были из тех, о которых Всевышний Аллах Субхану Аля сказал, большинство людей отказываются от всего, кроме неверия. Мы хотим, чтобы Аллах Субхану Аля сделал нас по своей милости, из меньшинства. Мы хотим, чтобы Аллах Субхану Аля сделал нас из меньшинства, которые понимают, которые знают Аллаха. Познакомились с Аллахом Субхану Аля ближе, о которых говорит Всевышний Аллах Субхану Аля, Мы хотим быть из тех, о которых Аллах Субхану Аля сказал, не уверовали вместе с ним, с пророком, кроме как мало, меньшинство. Из тех, о которых Субхану Аля сказал, И мало из моих рабов, благодарных мне. Мы хотим, чтобы быть из этого меньшинства, вот этого мы хотим от Всевышнего Аллаха Субхану Аля. Поэтому, когда человек все это прочитает, поймет, перед сном, пускай возьмет книгу Тафсира, почитает, всем сердцем, всей душой почитает аяты, всем сердцем почитает Тафсир этих аятов, и после этого он поймет, познает Всевышнего Аллаха Субхану Аля. И когда проснется, из этих аятов прочитает в своих намазах, ночью, когда он читал Тафсир, его сердце будет наполнено, наполнено этими аятами, и он проснется и будет восхвалять Аллаха Субхану Аля, тем самым будет надеяться на то, что у Аллаха, будет стараться требовать милости Всевышнего Аллаха Субхану Аля. После этого человек также встречается с людьми. Отсюда он баракат получил. Вот полную благодать получил, после этого он должен передавать другим. «Сделай меня благодатным, где бы я ни был». Верующий должен всегда из него исходить благодать, баракат, где бы он ни был. И когда начинает, когда достигнет этой категории, он начинает встречаться с людьми. И, в Аллахе, у этого человека нету более важного для него, кроме того, чтобы люди возвеличивали Всевышнего Аллаха Субхану Аля. Возвеличивать Аллаха в сердцах людей. Это самое великое дело. Самый великий да'ват. «Валлахе ма та карраба иля Аллаха». «Валлахе» не может человек приблизиться к Аллаху Субхану Аля в своем призыве в да'вате, более чем если он, кроме того, как если он будет способствовать, чтобы люди возвеличивали Аллаха Субхану Аля своими сердцами. И это то, уважаемые братья, в чем «Ма кадал ар-русулю хаятахум ва амарахум ва ауккатахум» Это то, в чем провели, отдали посланники Аллаха, пророки, свою жизнь, свое время, свои годы, отдали на то, чтобы возвеличить Всевышнего Аллаха Субхану Аля в сердцах. Как сказал в Коране Всевышний Аллах Субхану Аля. Что с вами? Почему вы не соотносите с Аллахом Субхану Аля ту серьезность, которая присуща ему? Пророки говорили, я боюсь то наказание, если я слушаюсь Аллаха, боюсь наказания великого дня. И все пророки были на этом манхадже, на этом пути. Это хадий, это прямой путь, чтобы все наши, где бы мы не собирались, чтобы у нас был хамм, чтобы у нас была важность, именно чтобы возвеличить Аллаха в сердцах людей. И если кто-то хочет из нас проверить себя, свое положение веры в имане, если кто-то из нас хочет проверить свой иман, пускай он посмотрит в себе, если он слышит, когда возвеличивается Аллах, радуется он или нет. Если он слышит, когда возвеличивается Аллах, радуется он или нет. Поэтому тогда вот он может прочувствовать это. Когда человек, аль-хамду-ля, достиг этого, тогда он хочет отдать баракат, быть благодатным для других. Из первых, с кого нужно начинать, с наших родителей. Поэтому ни Аклом, ни Наклем, ни Кураном, ни Сунном, ни Разумом, невозможно делать добро, благодать дальнему, а близкого забывать. Невозможно делать добро соседу, а забывать маму и папу. Поэтому начинать первые, с кого, с родителей. И в Куране многие аяты побуждают нас это. Его мама носила его со трудностями и родила его с трудностями. Мама его носила с тяжестью. Благодари меня и своих родителей, говорит Всевышний Аллах. Достоверном хадисе Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассаляму, Твоя мама, твоя мама, твоя мама, потом твой отец. И клянусь Аллахом, не будет гирром, не будет хорошим отношением по отношению к маме, скажем, к папе. Если они нас зовут, сынок, иди сюда. И ты идешь, и что-то они тебе поручают сделать, и ты думаешь, выполнить это или нет. Это не берр. Это неблагое отношение по отношению к родителям. Поэтому ты должен запретить им, чтобы они тебя спрашивали. Ты должен, мы должны, братья, стараться по глазам прочитать, что хотят наши родители перед тем, как они у нас спросят это. И все это мы делаем не потому, что это наша мама или наша папа, а потому, что Аллах нам приказывает это. Тем самым, мы хотим довольствия Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля. Также посмотреть, какое наше отношение с мечетью, с домом Аллаха, субхану ва-та-Аля. Аллах в Коране говорит, Аллаху нуру сама ва-ти ва-ль-арт. В сурате нуру Аллах, Субхану ва-та-Аля, говорит, Аллах, свет небес и земли. Дальше, Аллах, субхану ва-та-Аля, не будем все аяты читать, но в конце этого аята говорит Всевышний Аллах, яхди ляху линурихи ма-яша. Аллах ведет к этому свету того, кого пожелает, к нуру Аллаха. Теперь задается вопрос, где этот нур? Где можно найти свет Аллаха? Аллах говорит, в аяте, который после этого, фи буютин азин Аллаха. То есть в домах, в мечетях, нур Аллаха, субхану ва-та-Аля. Поэтому, помиловись Аллаха, мы сейчас сюда пришли, и здесь нур Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля. Уважаемый брат, если кто-то из нас сейчас бы хотел бы выйти отсюда и посмотреть следы, остались ли они сюда или нет. Пускай это когда будет там, например, зимой, когда человек оставляет свои следы. Он может выйти, и его следы он же не увидит. Они ветром, Аллах заберет эти следы, или кто-то почистит двор, следы пропадут, но однако в небесах тот, кто зафиксировал эти следы до судного дня, малек, ангел, Аллах в Коране говорит, инна нахну нухил маута, ванактуума каддаму ва аэфарахум. Поэтому мы в воскресе мертвых и запишем все, что они сделали, и зафиксируем их следы. Поэтому, если даже в этой дуне ты не увидишь свои следы после того, как выйдешь из мечети, они зафиксированы и увидишь их в судный день. И также побуждает нас, чтобы был баракат, это дело благое, давать садака, давать милостыну нуждающимся. Они дают из своих имуществ просящим и тем, которым Аллах, субхану в Коране, не дал. Поэтому Аллах, субхану в Коране, некоторым не дал, а другим дал. И обоих Аллах, субхану в Коране, или нет, бедного будет испытывать, будет проявлять он сабр или нет. Поэтому, когда Аллах, субхану в Коране, показал дзуррия, или Адам, Аллах показал потомство нашему отцу Адаму, алейсалям, и увидел, что из потомства Адама есть аль-му'афа, аль-мубталя, есть испытанный и неиспытанный, на что сказал Адам, алейсалям, я рабби, ля усаввай табейна, айбадик. О, Аллах, если бы ты сделал всех одинаково своим рабом, почему этот испытывается, а этот не испытывается, на что Аллах ответил, я Адам, инни ухиббу ан ушкар, о, Адам, я люблю, когда меня благодарят, то есть благодарит тот, кому Аллах, субхану в Коране, дал, и также Аллах, субхану в Коране, любит, когда человек проявляет терпение того, кого испытал Всевышний Аллах, субхану в Коране, поэтому, когда ты, ради Аллаха, даешь нуждающимся, берешь динар, дирхам, берешь рубли, и даешь это скрыто перед Аллахом, субхану в Коране, даешь ему в руку, и знаешь, что он никогда не сможет тебе вернуть, и знаешь, что он никогда тебя не запомнит, то есть ты не надеешься, чтобы он тебя запомнил и потом еще благодарил, и это будет великой наградой для тебя в день, когда не будет динаров, когда не будет дирхамов, а будут только благие дела и грехи, и это поможет тебе в судный день, иншаллах, и это будет искренно, истинно ради Аллаха, субхану в Коране. Уважаемые братья, это то, о чем хотел рассказать некоторые из дел, которые помогут нам быть баракатными, которые помогут нам быть благодатными для себя и для окружающих. субтитры создавал DimaTorzok истинно-мухаммад и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok